Выборы на Украине, олигархи и пророссийские кукловоды получат свой собственный карманный парламент. Фронда, Польша Влад Зимеш Ищук Фронда.пл, Польша 24 июля 2019 года Партия Зеленского «Слуга народа» разгромила конкурентов и одержала победу на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, получив самый высокий результат за всю историю украинских выборов – более 43%. Это позволило ей занять большинство мест в новом парламенте. У нее будет примерно 250 депутатов. Политический проект «Зеленых», неопытных и далеких от большой политики людей разрушил прежнюю украинскую политическую сцену, словно карточный домик. Украинцы в очередной раз выразили свой протест против постсоветских элит самым безрассудным и даже самоубийственным способом, продемонстрировав собственную инфантильность, легкомысленность и безответственность. Можно с большой долей вероятности предположить, что сейчас олигархи и пророссийские кукловоды купят большинство новых политиков и получат свой собственный карманный парламент. Это откроет путь к авторитаризму и диктатуре. Президент России Владимир Путин, несомненно, не упустит возможности воспользоваться ситуацией и извлечь из нее максимальную выгоду, тем более что в украинском парламенте он может рассчитывать на поддержку мощной пятой колонны Кремля. Более 13% избирателей выбрали отчетливо пророссийское движение «Оппозиционная платформа. За жизнь», которая возглавляет близкий друг Путина Виктор Медведчук. Три месяца назад я предупреждал, что перспектива усиления пророссийских, а, следовательно, антипольских и антизападных, сил на Украине совершенно реальна. Я вновь повторю этот прогноз. Победа партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду может значительно ослабить украинское государство и привести к консолидации прокремлевского лагеря, что неизбежно спровоцирует на Украине эскалацию цивилизационного и геополитического конфликта. В свою очередь, обострение борьбы между прозападными реформаторами и пророссийскими реваншистами может обернуться хаосом и дестабилизацией, а в итоге в очередной раз затормозить евроатлантическую интеграцию Украины. В таком случае значительно возрастет риск притворения в жизнь антизападного и антипольского проекта Владимира Путина под названием «Пророссийская Украина». Реализация такого сценария ослабит стратегическую и геополитическую позицию коллективного Запада, а в краткосрочной перспективе нанесет удар по безопасности Восточно-Центральной Европы, в первую очередь Польши, Румынии и стран Балтии. Операция «Пророссийская Украина» угрожает всей системе международной безопасности. Если кремлевский сценарий в этом государстве закончится успехом Москвы, произойдет катастрофа не только европейского, но и глобального масштаба. Российский империализм восстанет из пепла и сразу же начнет заниматься дестабилизацией нашего региона. Страны Балтии, Польша, Румыния превратятся в цели российской агрессии и арену гибридной войны. Если этот сценарий станет реальностью, западная цивилизация окажется на краю пропасти. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.